Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня такое, ну, небольшое будет видео с тем, что я взяла с собой в отпуск. Это будет декоративная косметика, а также аптечка. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. И хочу сказать, что я не знаю, вот как самой с собой бороться, я не в курсе. Меня как-то девочки спрашивали, как я отношусь ко всяким соленьям. И я говорила, что у меня аллергия на оливки. Не знаю, может быть на оливки, может быть на тот рассол, да, или как он правильно называется, в чём, в общем, солят вот эти вот оливки. То же самое у меня на аллергия на, ну, вот эту вот морковку по-корейски. На неё то же самое. И как вы видите, вот это на шее, это у меня пошла аллергия. Потому что я почему-то напрочь забыла о своей такой особенности. И на завтрак, обед и на ужин употребляла, вот даже видно на лице, у меня тоже пошли пятнышки. Я употребляла оливки. И сегодня с утра я встала, вот такая вот красотка. На самом деле, не знаю, на оливки точно или нет. Но, в общем, нужно будет пойти, по приезду пойти, надо будет к врачу. Как-то, не знаю, там вроде пробы же делают на аллергии. В общем, нужно будет выяснить этот момент свой. Но, слава богу, я взяла себе противоаллергийную, как это, препарат против аллергии. И у меня, по крайней мере, ничего не чешется, ничего не болит, ничего такого не происходит. И пятен больше не становится. Наоборот, они, кстати, стали намного меньше. И муж меня предупреждал о том, что, Наташа, зачем ты ешь оливки? И я такая, да, наверное, ничего. Вот. В общем, сейчас покажу. И, кстати, в других поездках я не ела оливки никогда, потому что знала, что у меня бывает аллергия. А тут вот что меня понесло? Я не знаю. Мало того, что я ела оливки, так я еще ела всякие маринованную капусту, знаете, и маринованные огурцы. В общем, всякую такую ерунду. И, короче, меня обсыпало. Обсыпало неплохо. У меня еще такие же, вот видите, такие пятна возникают. У меня еще такие же пятна на руках. Но на руках уже сегодня к вечеру стало намного-намного меньше. Да. Вот. И это не от солнца, потому что у меня такие пятна возникают даже в том месте, где закрыт купальник. То есть, я уж не буду в подробности вдаваться, в каких местах. Но, в общем, давайте сейчас покажу вам свою аптечку. И вот аптечка у меня вот в такой косметичке, которой я беру эту косметичку, кстати, с собой в спортзал обычно. Ну, и давайте посмотрим, что у меня здесь находится. Ну, и давайте буду по порядку. Во-первых, нурофен детский. Понятно для чего. Против температуры. Это всегда я беру, когда с детьми куда-то еду. Обязательно. Обезболивающий. Против температуры. Очень мне нравится этот нурофен детский. Всегда его... Ну, он у меня всегда есть в аптечке. Поэтому я взяла здесь не целая бутылка. И, слава богу, нам ничего это не понадобилось. В общем, одно и мне такое понадобилось. Дальше. У меня вот такой... Взяла вот такой финистил гель. Тоже кожный зуд. Укусы насекомых. Зудящий дерматоз экзем. Ну, я думаю, тоже многие, наверное, знают. И вот такой же финистил у меня в кабельках. Вообще, обычно, лично я пью, если против аллергии, то таблеточками. Но взяла, так как у меня маленький ребенок, чтобы, ну, как говорится, одну на всех. То, что было дома в аптечке. Взяла вот такой гексорал при боли в горле. Понятно тоже зачем, да? На всякий случай. Конечно же, обязательно я беру всегда с собой пластырь. Потому что у меня мужчины, трое их. И одному уже, кстати, младшему у меня понадобался пластырь. Потому что он себе поцарапал палец на руке. Я даже не знаю, где он умудрился это сделать. Так. Дальше от горла я взяла еще вот такие детские таблеточки. Я, кстати, всегда все беру в упаковках. Во-первых, потому что я где-то читала, что на таможне могут быть проблемы. А во-вторых, ну, чтобы знать дозировку. Потому что я не помню дозировку всех лекарств. Поэтому всегда беру в упаковке. Кроме вот нурофен. Только я всегда знаю, какая дозировка. Все остальные нет. Так. Дальше. Парацетамол обязательно. Это, кстати, у меня, по-моему, тоже. А, это цитрамон П, да. Парацетамол обязательно для взрослых. Вот тоже, ну, стандартно, скажем так. Обычное обезболивающее нурофен. Ну, это для взрослых, естественно. Это, там, не знаю, бывает у меня болит голова, там, или, ну, в общем, вы поняли, да? Дальше. Взяла для носа, на всякий случай, вот такой аквамарис. Вообще, люблю больше аквалор. Но аквалор у меня был только, точнее, в аптеке был только в больших упаковках. А я взяла вот такую маленькую. Дальше. От кашля. Я, кстати, очень могу посоветовать вот этот Доктор Мом. Это такие пластинки, ну, как таблеточки, типа, леденцов рассасывает. Очень хорошо успокаивает такой, знаете, сухой кашель. Особенно, если ночью, то есть, перед сном рассосала вот такую конфетку. И все, у меня едят дети. Поэтому я вот взяла упаковочки. Ну, это и взрослые, и детям можно тоже давать. Вольторен эмульгель. Тоже понятно, да? От ушибов, ран, ссадин. Это вот мужчины все-таки у меня, как-никак. Дальше здесь цитрамон-пэ, тоже понятно. И я взяла тут у меня детский амиксин. Я думаю, все знают, это противовирусное средство. На всякий случай, мало ли что, вот у меня тоже всегда должен быть. И также, тоже у кого мужчины, наверное, меня поймут. От живота. Значит, фильтром. Это, как вы видите, острое отравление. Комплексный, в общем, пищевой. Ну, в общем, вы поняли, да? Зачем это? Кто переел или всякую, в общем, ерунду. Мне нравится вот это лекарство еще тем, что, видите, отлично оно. Вот. Также пищевое лекарство на аллергии. Очень помогает. Его нужно пить вот сразу, как только появились симптомы. А дальше вот такую вот штучку. Тоже, в общем, от расстройства живота, в общем, для нормализации животика и всего остального тоже очень полезно. Это и это можно давать детям. Только, ну, нужно смотреть, с какого возраста, я уже так не помню. Также в обязательном порядке со мной ездит бипантен. Он вообще у меня, как вот родился у меня старший сынок, так всегда в моей аптечке есть бипантен. Всегда. Он очень мне нравится тем, что можно нанести на ранку. И здесь же содержится хлор, какой-то хлоргексидин или что-то типа того. В общем, он и обеззараживает, и заживляет. Вот мне это очень нравится. И также я всегда и очень рекомендую вот такую штучку. Называется это псилобальзам. Сейчас я вам его раскручу. Вот так. Псилобальзам. Эта мазь очень хорошо помогает от укусов, от солнечных ожогов. Единственное, что у него маленький тюбик, но снимает вообще любые какие-то кожные проявления. Вот видите, ужалила крапива, солнышко, не знаю, укусил кто-то, да, вот раздражение. Мы помазали вот этим бальзамчиком, допустим, вечером, все, с утра, кожа восстановленная. Снимает зуд, снимает покраснение, снимает раздражение. Вот это просто чудо-бальзам. У меня как-то купила его мама, и теперь он тоже всегда у нас есть в аптечке. То есть это от ран, это от всего остального, как вы понимаете. Так что вот такая вот у меня аптечка, я думаю, стандартная, но от температуры, от горла, от кашля, от носа, от живота, от ран, ссадин, линкопластырь, противовирусная, от боли. В общем, вот такая аптечка всегда ездит со мной, когда я езжу с детьми, когда мы ездим без детей, то у нас, ну, буквально там, не знаю, пара каких-то таблеток с собой беру, и все. Я не беру с собой никаких успокоительных и так далее, ну, просто потому что у нас как-то особо никто этим не страдает. Вот. Так что вот такая вот аптечка, и сейчас попутно хочу вам показать косметичку, то есть декоративную косметику, которую я с собой взяла. И вот декоративную косметику, у меня две вот такие косметички. На самом деле набрала много, могу сказать, что каждый раз жалею, что так много набираю, потому что я на отдыхе не пользуюсь косметикой, кроме как, ну, максимум что-то гель для бровей, румяна и какая-то помада и блед. Значит, здесь у меня лежат еще мои атомайзеры, где-то еще один был, которые у меня закончились. Здесь у меня Бритни Спирс, я уже вам показывала. Здесь у меня от Живанши, моя тоже парфюмерная водичка, ее осталось тут совсем-совсем... А, она вообще у меня тоже уже пустая, и я еще от Байрай добрала... От Байрай добрала туалетную водичку с розой, которую тоже я как-то вам показывала. Значит, здесь у меня, ну, расчесочка для ресниц, понятно. Кстати, ресницы уже вообще на одном глазу, их практически нету. Дальше у меня здесь бронзер от Clorans в 0,2 оттенке, который мне не особо нравится. Я редко, на самом деле, им пользуюсь. Вот такой вот он. Чаще я всего смешиваю их. Ну, такой он легенький, с блесточками, в принципе, на самом деле, неплохой. Но, в общем, я не пользуюсь одним словом. Дальше румяна от Chanel, я вам их тоже уже показывала. Такие румяна от Chanel мне очень-очень сильно нравятся. Вот эти, они очень прикольные, с блесточками такие. Ну, вот на вечер я их иногда бывает наношу. Ну, сейчас я покраснела, поэтому мне, как бы, вообще смысла нету ничего наносить. Ну, давайте, сейчас я все вот так вытащу. Так. Значит, из тени взяла вот такие Dolce Gabbana. У меня четверочка. Это у меня оттенок соточка. Ну, эта палетка у меня уже очень-очень давно. Вот. Вот такая вот. Ну, не пользуюсь тенями. Еще раз повторю. И вообще сейчас не крашусь. А это, кстати, Chanel у меня вот в таком оттенке. 260 Alizane. Очень мне нравятся, кстати, эти румяшки. Очень прикольные. Дальше. Вот такой консилер у меня от Dior. Кстати, мне нравится. Он у меня уже почти закончился. Вообще, Dior консилер и тональная основа очень-очень-очень классные. Мне очень нравится. У меня он достаточно светлый, этот консилер в 001 оттенке. Ну, не знаю, повторю. Наверное, может быть, какой-нибудь другой линейки. Взяла также вот такой пробничек, тональная основа от Estee Lauder Double Wear. Хорошая, кстати, тональная основа, но мне не нравится, потому что очень плотное покрытие. Я такое не люблю. Дальше, на всякий случай, взяла тушь от Clinique, которая мне не нравится. Повторять не буду. Дальше, вот такие у меня основа под тени. Profit это водостойка. Ну, я бы не сказала, что это водостойка, основа под тени. Но держит очень-очень хорошо тени. То есть смывает с обычной мицеллярной водой. Вот она такая. Вот такой спонжик. И она, в принципе, такая прозрачная. Но, кстати, очень мне нравится вот эта основа. Очень достойная. Я прям рекомендую ее. У меня жирная кожа век, поэтому обычно все тени очень плохо держатся. А вот с этой основой очень хорошо держатся. Дальше. У меня здесь для бровей взяла свой вот этот карандашик от Sephora. Или Sephora, как правильно, не знаю. Очень мне он нравится. Он тоже написано, что водостойкий. Но по факту он не водостойкий, он просто стойкий. То есть смывается обычной мицеллярной водой. Ну, у меня в оттенке 06. 06. Вот такой вот оттеночек. Очень мне нравится этот карандаш. Я, наверное, с удовольствием его бы повторила бы. Дальше. Вот этот вот Fix Color Tone 03 от Reluie. Кстати, не нравится мне этот. Но он неплохо фиксирует. Единственное, что ему можно заляпаться. То есть, ну, как бы надо аккуратненько им пользоваться. Вот такой розовый карандашик от Eiffra Sheet для водной линии. Тоже не пользуюсь тут. А, еще вот такой вот у меня консилер. Тоже от Estee Lauder Double Wear. Неплохой, кстати. Но единственное, что зимой он подсушивает область вокруг глаз. А вот на жару он отлично, кстати. Отлично подходит. Ну, и дальше у меня здесь осталось все для губ. Во-первых, взяла сам... А, вот еще подводка. Вот эта от... Новенькая от L'Etoile, которую я вам показывала. Кстати, мне очень понравилась. Очень стойкая. Вообще классная. Но смывается обычной мицелляркой. Она ресницы не повреждает нарощенной. Потому что она не содержит масел. То есть, ее можно использовать на нарощенной ресничке. И очень-очень классно. Тем более, мои так сами по себе отваливаются. Так что, что наношу, что не наношу, все равно все отваливаются. Дальше. Карандашики взяла. Два карандаша от NYX. Один в такой розовый. Один вот такой ярко-розовый. Вот он первый нанесен у меня. Это оттенок 840. И второй. Он такой бледно-сиреневый. Такой холодный достаточно оттенок. Тоже думала под блеск. Но вот ими, кстати, иногда пользуюсь. Значит, оттенок 854. Второй. Но, кстати, карандашики от NYX мне очень-очень нравятся. Очень прикольные. Далее. Взяла с собой вот такую помаду. Она очень-очень удобная. Ангерлен. Это была какая-то лимитка зимы. Во-первых, оттенок мне очень-очень нравится. А во-вторых, то, что здесь есть зеркало. Очень удобно брать с собой, допустим, на пляж. То есть, не нужно таскать еще с собой зеркальцем. Она очень мягкая, увлажняющая. Посмотрите, как блестит. Ну и сама упаковка. Правда, упаковка увесистая. Но очень классная. То есть, взяли одну помадку с собой. Больше ни о чем не думайте. Вот такой классный оттеночек. Я думаю, я потом присмотрюсь еще к помадам Ангерлен. Они мне очень нравятся. Прикольные. Дальше вот такой у меня тут уже заканчивается... Ну, это кондиционер для губ. То есть, бальзам для губ от Виктория Сикрет. Не скажу, что прямо супер увлажняет. То есть, губы у меня немножко пересохшие. Сейчас на море он не справляется. Дальше. Вот эта помадка от Литуаль. Вот я ее нанесла. То есть, она такая, видите, розово-нюдовая. Но здесь сейчас я ей, кстати, не пользуюсь. Я вот ее брала с собой в самолет. Вот, очень классно, хорошо увлажняет. Сейчас я использую другие. И это у меня оттенок 403. А вот это была лимитка. Да, я даже не знаю, кстати, где оттенок посмотреть. Вот здесь вот, наверное, да. Оттенок 867. Ну, очень классная. Очень она мне нравится. Дальше следующая. Вот такая более ярко-розовая. Это у меня Шоссейда 226. Тоже я вам все уши про нее прожижала. Мне она очень-очень нравится. И следующая. Это мой новый блеск от Живанши. Очень классно. На солнышке. Настолько классно смотрятся губки. Я вообще не знаю. Как будто бы они такие прям пухленькие-пухленькие. Такие прям сочные-сочные. Очень классно переливаются. Очень классно смотрятся. То есть вот этим блеском я прям вообще без ума от него. Я думаю, что я какой-нибудь похожий. С удовольствием себе прикуплю на следующее лето. Зимой я, кстати... Зимой я не очень люблю вот такие блестящие помадки. Но вот летом с удовольствием пользуюсь. Ну, а в этой косметичке у меня находятся кисточки, которые я взяла. Опять же повторюсь. И я не знаю, зачем я все это дело вообще с собой потащила. Не надо было ничего этого брать. Ну, ладно. Вот. Ну, вот эти запасные расчесочки. Кстати, я их заказывала на Алиэкспресс. Ну, прикольно. Обычные щеточки для ресниц подойдут. Дальше у меня вот такая кисточка. Это была заказана с Алиэкспресс. Типа Дуафибра а-ля Реал Техникс. Ну, неплохая. Вот, кстати, бронзер вот этот вот я ей наношу. Ну, прикольно. Дальше вот это моя любимая кисточка от Sigma. Она очень классно наносит вот эти шанельевские румяна. Просто потрясающе. Дальше у меня... Ну, вот такие я набрала тут растушевочные кисточки в основном. Это у меня ZOEVA 228. Ну, ZOEVA кисточки, кстати, мне нравятся. Шик. Не знаю, а вот 26-й, 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 номер. Но вот эти кисти Шик, они, видите, распушиваются. То есть они как бы такие и со временем становятся немножко жесткие. То есть кисти ZOEVA, например, мне нравятся больше. И вот такая с Алиэкспресс, по-моему, я заказывала вот такую кисточку. Ну, тоже неплохая. Вот они по качеству, кстати, очень похожи. Вот эти две кисти. И вот такую для теней, для подводки. Ну, вообще она идёт для бровей, но я её использую для теней, когда хочу подчеркнуть угол глаза. Это у меня Just, но, к сожалению, номер уже стёрся. Так что подсказать не могу. И вот такая ещё кисточка у ZOEVA 227. Вот столько я с собой... А, ещё вот, да, забыла вот этот мой воск от Givenchy, который, кстати, мне не нравится. Я его вообще никак не рекомендую, потому что он, ну, как-то склеивает брови. Вообще, ну, не очень с ним смотрится. Хотя я уже к нему приноровилась, привыкла, но всё равно мне не нравится. Я его не повторю. Ну, и, конечно же, точилку для карандашиков. Вот такое количество косметики я с собой взяла. И вот, кстати, хочу показать, что происходит сейчас с моими ресницами. Я их в море не мочила. Я вообще их не мочу никогда. Вот, кстати, видите, пятна аллергии у меня. Такие вот всякие на лице. На одном глазу вообще ресниц практически нету, на втором они вот в таком ужасном состоянии. И ресницам неделя, всего лишь неделя. Это, конечно, кошмар, девочки. Да. Вот. Ну, ладно. Не буду ныть насчёт своих ресниц. Уже, наверное, всем надоело. В общем, буду лечить себя от аллергии. Но ничего страшного. Я думаю, мы прорвёмся. Ну, а сейчас я буду собираться. Мои мальчики уже ушли. У нас вечером проходит анимация. Достаточно классная. Я вам поснимаю. Ставлю небольшой кусочек из анимации. Но музыку я вставлю другую. Потому что, я уже говорила, YouTube блокирует. Он разрешает только, в общем, определённую там свою музыку вставлять. И больше никакую. Потому что я, типа, нарушаю авторские права. Так что вставлю вам потом кусочек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому!